В декабре 2017 года застройщик ООО «Иншстрой» должен был получить разрешение на введение в эксплуатацию дома номер 34 на улице Баженова. Но он не успел закончить строительство многоэтажки. Спустя время он получил разрешение на продолжение строительных работ, которые должны были закончиться осенью 2018 года. Застройщик и в этот раз не завершил строительство к намеченному сроку. Недовольные собственники квартир по этому вопросу обратились в Министерство строительства Рязанской области. Когда мы пришли в декабре 2018 года в Минстрой и сказали о своей проблеме, нам ответили, а откуда вы вообще взялись-то? Мы не знали, что вот такие есть. Уже губернатор с высокой трибуны сказал, что мы должны вот-вот закончить проблему дольщиков в Рязани. И понеслось. Мы ходили много раз в Минстрой. Потом Минстрой создал Рязанский областной фонд защиты прав граждан, участников долевого строительства. Он тоже стал работать. Мы тоже к нему ходили. Изначально земельный участок под строительством многоэтажного дома был выделен застройщику на условии того, что Инжстрой должен был в обязательном порядке предоставить квартиры жильцам рядом стоящих аварийных домов по программе переселения. На настоящий момент собственники свои квартиры не получили. А в старых домах нет условий для проживания. Они находятся в полуразрушенном состоянии. В итоге у нас дома все рухнули. От того дома, вот от 32-го, половина вообще не осталось. Там стены упали, потолок провалился. Но мы в этих домах жить не можем. В итоге мы не получили жилье, и в этих домах мы жить тоже не можем. Мы живем все на съемных квартирах, и так же, как дольщики, ждем, когда этот дом построят. Осенью 2018 года строительство многоэтажного дома окончательно остановилось. На тот момент он был построен на 85%, и таким остается до сих пор. 10 февраля 2020 года застройщик Инжстрой был признан банкротом. По словам дольщиков недостроенного дома, ни одна из строительных компаний пока не берется за завершение строительных работ. И когда собственники получат свои квартиры, неизвестно. Сколько это еще будет продолжаться, довольно интересный вопрос. Ну, может, уже как-то достроить за 90 минут. Достроить ничего осталось. Еще газовые котлы повешать, фасад загнать. Ну, вопрос-то небольшой. Надо проводить утопление. А так, в принципе, коммуникация основная, я помню, как бы подведена. То есть осталось-то, нет ничего. В настоящее время дом на улице Баженова включен в реестр проблемных домов. Из-за банкротства застройщика необходимо провести тендер и выбрать новую строительную организацию, которая завершит строительство дома. Соответственно, определенную сумму денег на завершение строительных работ новый застройщик должен получить из средств федерального бюджета. Пока ничего этого не происходит. И когда собственники получат ключи от своих квартир, остается загадкой. Семен Иванов, Игорь Глотов, телекомпания «Город».